Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатаря перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть в милостивлении за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. «Возлюбленный, пишу вам не новую заповедь, но древнюю, которую вы имели от начала». Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Мы уже говорили в первой главе, и видим, что эта мысль, она здесь подтверждается в начале второй главы. То есть апостол и евангелист Иоанн Богослов продолжает говорить о очень важную, подчеркивать очень важную мысль о том, что соблюдение заповеди — это и есть признак любви человека по отношению к Богу. Тот человек, который пренебрегает заповеди, или который считает, что догма — это что-то сковывает как-то свободу человека, и что догма — это просто формальность, но находится в глубоком заблуждении. Я ему советую такому человеку перечитать хотя бы первое соборно-апостольское послание с того Иоанна Богослова, которое состоит всего из пяти глав, и убедиться в том, что на самом деле Иоанн Богослов утверждает эту мысль соблюдение заповеди Божией, которая является признаком любви человека по отношению к Богу. Видите, так он здесь и подчеркивает, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. А кто соблюдает слово его, в том истин, любовь Божия совершилась, даже уже говорит, совершилась любовь Божия, кто поступает по слову Божию. Он начинает это обращение, говорит, дети мои, я всею пишу вам, как мы прочитали первый стих, что вы не согрешали, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед отцом. Что значит ходатая? Вот Григорий Низкий пишет по этому поводу. Следующая цитата. Так как мы имеем ходатая Иисуса Христа, не в том смысле, что он уничижается за нас перед отцом, и рабски преподает к нему, да не будет. Да будет далека, он говорит, от нас такая подлинно рабская, недостойная духа, подлинно рабская, недостойная духа мысль. Несвойственно и отцу этого требовать, и сыну терпеть это. Да и несправедливо думать так о Боге. Но в том, что он, пострадав за нас, как человек, убеждает этим нас к терпению, как слово и советник. И вот он подчеркивает свою мысль, что он хочет сказать. Это я понимаю под именем ходатайства. То есть не то, что якобы там сын, он как-то умоляет, так плотски это понимает. Нет, на самом деле он ходатай, потому что во святой Троице царит любовь и взаимопонимание. То, к чему и призывается человек по благодати стать сыном Божьим и быть обуженным. Далее мы с вами читаем. Но при том и новую, он говорит апостолу, не новую заповедь даю вам, а древнюю. Какая древняя заповедь? Вызлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением. Это закон Пятикнижия Моисеева, где сказано, кто ударит тебя зуб за зуб, глаз за глаз, око за око. На самом деле это заповедь любви. Многие думают, что это заповедь ненависти. Нет. А для того ветхозаветного сознания, для того ветхозаветного, если хотите, менталитета, человеку было очень важно не воздавать злом за зло сверх меры. То есть эта заповедь любви, она как бы ограничивающая зло. Некоторые скажут, а в чем же здесь ограничение, если сказано тебе в глаз и ты в глаз. Ограничение в том, что если тебя ударили, ты можешь ответить, но не превышать, и зло не приумножать. То есть ответить тем же, но не приумножать. Это как если тебе слово, ты два. А если нам скажешь слово, попробуй какое-нибудь нехорошее, особенно во время поста, то мы сразу ответим несколькими, да, неприятными. Поэтому эта заповедь была ограничивающая зло, чтобы человек не сдавал больше меры зла за зло. Но здесь он говорит не новую заповедь, но заповедь древнюю. Напоминаю, но в 8 стихе продолжает и говорит, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете и ненавидит брата своего, тот еще во тьме. То есть сейчас евангелист Иоанн начнет говорить то, о чем говорил Спаситель в Нагорной проповеди. Кто ненавидит брата или кто скажет брату своему, безумец, рака, на тот уже как человека-убийца. И вот эту мысль в Духе Святом евангелиста Иоанн, он ее продолжает нам освящать. Кто говорит, что он во свете, но ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Видите? То есть кто любит брата, в том вот интересные слова, в том нет соблазна. Помните, как апостол Павел писал об этом? Он говорит, что если что-то соблазняет брата моего, например, там, ем мясо или еще что-то, он говорит, не буду делать этого вовек. То есть заповедь любви — это вести себя так, чтобы не подать повод человеку к падению или какому-либо согрешению. Нужно помнить, что мы ответственны за ближнего своего. Дальше Евангелистан здесь и будет продолжать и говорить о Каине и Авеле. И действительно, не дай бог, чтобы мы когда-то сказали, какое мне дело до этого человека? Что я, сторож, что ли, брату своему? Это слова первого человека-убийца в начале человеческой истории Каина. Далее пишет, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. То есть, если человек думает о том, что он служит Богу, но все это делает с ненавистью, пренебрежением к своим ближним, к своим братьям, к сестрам, тот человек находится во тьме, и он как ослепленный, он еще не прозрел и на путь покаяния не стал. Далее пишут в 12 стихе, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Что значит прощены грехи ради имени? Что значит имя Иисус Христос? Имя Иисус Христос означает Спаситель. Иисус означает Ишуа Спаситель, а Христос Помазанник. То есть, ради Иисуса Христа, который спас нас от всякого греха, Господь прощает нам грех. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что победили лукавого. Пишу вам, утраки, потому что вы познали отца. Да, очень интересное здесь обращение евангелиста Иоанна, а именно отцы, юноши. Сначала он пишет дети, потом отцы, потом юноши. Далее, да, говорит, что вы познали и победили. И вот есть интереснейшее истолкование. Сейчас я его найду. Я его специально выписывал для нашей сегодняшней встречи. А вот у бедодостопочтенного, цитата, он называет нищих духом, нищих духом, детьми. Потому что чем более они смиряются под сильную руку Божьим, тем более сокровенные тайны его вечности постигают. А таких, говорит Сын Всевышнего, ты утаился я от мудрых и разумных, и открыл младенцам Евангелие от Луки. То есть мы видим, что действительно здесь говорится о детской простоте восприятия божественного откровения. И вот еще есть. Да, вот у Кирилла Александрийского, святителя, и у Климента Александрийского. Вот сначала Климент Александрийский пишет так, цитата. «Сильные юноши — это те, кто презирает наслаждение». Очень важная мысль. Сильный человек — это не тот, который себе ни в чем не отказывает. Сильный человек — это тот, кто знает, что ради любви к Богу и ради к ближнему можно себе в чем-то отказать. Ну, смотрите, если мы любим, например, какого-то человека, ведь мы стараемся сделать как-то ему приятно. Если, конечно, не любим, то, конечно, и никакого нам смысла нет делать что-то для этого человека. Но из-за любви мы очень много себя ограничиваем, чтобы было удобно как-то человеку. Помните, ведь люди условно так, конечно, делятся как бы на три категории. Это люди плотские, духовные и душевные. А вот плотской человек — это тот, который хочет только чтобы ему, а на остальных ему совершенно наплевать. И таких людей, на самом деле, немного, но не есть. Душевные — это люди, которые хотят, чтобы им было хорошо и этим хорошо. «Не трожь меня, и я тебя не трогаю». То есть взаимное такое согласие во всех областях. Да, потворство, можно сказать. Вот это и есть система толерантности, это потворство греху друг друга. Таких людей большинство душевных. А об этой душевности апостол Павел когда-то писал «душевное бесовское состояние». Таких большинство. И вот есть люди духовные, таких мало очень, которые хотят, что «ну мне как-нибудь тут с краешку, лишь бы только ближнему моему было лучше». Вот эти вот три категории, они как бы соответствуют трем добродетелям. Это раб, наемник и друг. Когда Христос говорит «вы уже не рабы мне, а друзья». И вот последняя категория — это духовные люди, когда человек действительно становится другом Божьим. Потому что он, так Христос и говорит, «вы уже не рабы, а друзья», опять подчеркивает, заметьте, «если исполняете заповеди мои». Это очень важно. Очень важно. Потому что я не случайно об этом сегодня говорю. Какая-то такая вот, ну, нехорошая, мягко говоря, дурно пахнущая мысль вкралась в среды православного сознания догматического богословия, заповеди Божии. Как-то все так с какой-то непонятной прохладцой. Да какая разница, там лишь бы вот все были хорошие. То есть какая-то идет впитка вот этого духа мира сего. То есть взаимное какое-то сотрудничество, согласничество по всем вопросам. Конечно, должен быть мир. Но мир должен быть основан на заповеди Божьем между братьями и сестрами. В духе святом, как Христос говорит, «мир даю вам, не как дает этот мир я даю вам». Вот Кирилл Александрийский обещал его цитату. «Возраст здесь он имеет в виду, я думаю, по внутреннему человеку. Ведь евангелист писал не детям, а значит и юноши — это те, кто достиг мужества духовного. Старцы — те, кто стяжал рассудительность. Младенцы же те, кто только что уверовал во Христа». Конец цитаты Кирилла Александрийский. Очень интересно подчеркивает эту мысль Иоанна Богослова. Далее пишет «Не любите мира». Вот как раз то, о чем мы сейчас говорили, 15 стих. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир...» А что значит «любить мир»? Понятие этого мира. Жить понятийным аппаратом мирских различных пониманий тех или иных вопросов, взаимоотношений между человеком и прочим. «Не любите мир ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире — похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская — не есть от Бога, но от мира сего». Это то, что погубило первых людей. Помните? «Похоть плоти, похоть отчей и гордость житейской». Ева увидела, хорошо для глаз, похоть отчей, попробовала на вкус, похоть плоти. И гордость житейская погубила ее, будете как Боги, но без Бога. И это проникло в состояние человеческой природы. И от этого вся катастрофа и беда человеческой жизни. 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Помните, действительно, что все эти понятия, которые есть в сегодняшнем мире, они временны. И приучать свой ум к тому, что будет вечно. А что будет вечно? Заповедь Божия, сам Господь. И правила, если хотите, правила, да, и законы, они будут в Царстве Божьем. Те, которые изложены в Священном Писании. Они будут в Царстве Божьем. Это закон любви. Если к этому закону человек не привык, то путь ему в Царстве Божьем, в общем-то, закрыт. Но есть еще время, есть время примирения человека с Богом. Поэтому здесь евангелист Иоанн предупреждает. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, то есть тот, кто будет подделкой под Христа, Антихрист — это не значит, что он будет против. Это подделка, так и переводится. Подмена, антиподмена. И теперь появилось много Антихристов, то есть те, которые подменяют своими умозрениями, отвергаясь догматике, отвергаясь заповеди Божией, своими мировоззрениями или своими частными какими-то там богословскими мнениями, которые не соответствуют полноты православного исповедания в консенсовом патрум. Так и пишет. «И теперь появилось много Антихристов, то есть подделок. То и мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши». Здесь явно говорится о многих сектантских образованиях и эритиках, и явно говорится о тех расколах, которые есть сегодня. Раскол — это всегда очень болезненное состояние, когда часть отрывается от вселенского единства. Тот украинский раскол, тот сконстантинопольский, который произошел. Все это печально, и все это вызывает такую внутреннюю боль каждого православного христианина, любящего Бога и свою церковь. «Впрочем, вы имеете понимание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете, и равно, как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус Христос? Что Иисус есть Христос, то есть что Ишуа, я уже говорил, переводится имя как Спаситель, есть тот самый Ипомазанник. То есть это отвергает, это, пишет евангелист Иоанн Богослов, это антихрист, отвергающий отца и сына. Ну, действительно, мы можем опять же увидеть в оккультной литературе, я уже о ней говорил, когда немножко позже, что действительно Христос там ставится и в языческих религиях, Христос ставится на один уровень с Конфуцией, с Будой, там с каким-нибудь Махатмой и Христосом, вот Махатма, Конфуцией и другие просветленные Христос, другие просветленные учителя. А евангелист здесь прямо говорит, что это антихрист, отвергающий отца и сына. И далее продолжает. Всякий, очень важная мысль, 23 стих. Всякий, отвергающий сына, не имеет отца, и исповедующий сына, а исповедующий сына имеет отца. Сегодня некоторые религиозные, даже традиционные религии говорят, что мы не принимаем Иисуса Христа как Бога человека, но верим в Всевышнему Бога. Вот таким людям здесь звучит ответ. Тот, кто не верит в Иисуса Христа, как сына Божия, спасителя мира, тот и не верит в Бога Отца. Ничего общего с христианской религией, такое исповедание Иисуса Христа лишь как пророка, ничего общего не имеет. Потому что, как сказано, отвергающий сына отвергается и отца. Так и говорит. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Итак, что вы слышали от начала, то да, пребывает в вас. Евангелист Иоанн возвращается к первой мысли, с чего он и начал свое послание. То, что было от начала, что мы приняли от самого Иисуса Христа, то пребывает в вас. «Вы слышали от начала, то вы пребудете в сыне и отце. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная». То есть за соблюдение заповеди Божией, любви по отношению друг к другу, к Богу, любви по отношению к Богу, друг к другу, нас ждет жизнь вечная, с Богом и в Боге. Это пишет «Я написал вам об обольщающих вас». Видите, какое важное предупреждение. То есть об обольщающих людей, которые говорят, что не нужны ни заповеди, можно исповедовать Бога Отца, но не исповедовать Бога Сына. Это все обольщение. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в нас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое себе помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Что это за помазание? Это помазание Святым Духом. Имеет ли православный человек помазание Святым Духом? Да. При крещении совершаются два таинства, если хоть оно так и есть. Первое — это погружение в воду во имя Отца и Сына Святого Духа трижды, прообраз смерти, пребывание Христа в Ад и Его светлого воскресения во имя Отца и Сына Святого Духа в Троице единосущное и нераздельное. И также второе таинство — это миропомазание. То самое миропомазание апостольской преемственности, миром святым, таинство, которое научает нас, если мы только, конечно, держимся, если не отходим от церкви, а держимся исповедания нашего, которое научает нас премудрости Божией. Первое и главная одна из них — это чтение Слова Божия, заниматься с ним постоянно, посещать Храм Божий, приступать к Святым Христовым Таинствам, каяться в своих грехах и находить пути исправления. Вот снова и снова повторю. Некоторые думают, ну вот покаялся и все. Ну покаялся, ты же обещаешь, когда ты стоишь на исповеди, что я больше уже каюсь и впредь стремлюсь блестись от этого. Но если жизнь человека не наполняется чтением Божественного Откровения, чтением Жития Святых и другой литературы, церковной литературы, то этот мир, как бы внутри он не меняется. А Свято Место, мы знаем, пусто не бывает. А Свято Место — это бесценная человеческая душа. Это ум, чувство и воля. Кого мы посадим на этот трон? Если хотите, ум, на чувство, на волю. Кто будет восседать? Какие мысли, какие чувства будут в нас? Если мы ничего не будем впитывать, то это место, снова повторюсь, Свято Пустое Место не бывает. Оно займется другим. Похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Итак, предупреждает дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. То есть мы видим, что пребывать во Христе, и как он здесь говорит, евангелист Иоанн, что всякий, кто делает правду, это признак того, что он пребывает в нем, то есть во Христе. А как понять, правду мы делаем или нет? Снова повторю. Проверяем все заповеди Божьими. Заповедями Божьими. Проверяем все определениями церковных соборах, канонами. Как наше исповедание соответствует оно Духу Святому, которым, в общем-то, который есть не что иное, как голос Святого Собора. Это и есть голос Святого Духа. В этом смысле, снова-снова повторю, всякие отвергающиеся заповеди Божьи и определения догматических будут находиться во тьме. И Христос не будет в нем пребывать. Это будут искаженные пути, это будет какой-то самодел или какой-то новодел, то, что человек будет казаться, что вот это как раз и есть православие. Поэтому не будем находиться во тьме, а будем, как и призывает нас евангелист Иоанн, дети, обращаясь к нам, пребывайте в нем. И далее говорит, что если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Будем сохранять это рождение от воды и духа, которое мы приняли в день святого крещения. И еще хочу посоветовать, прочитайте те обеты, которые даются, то есть обещания Богу, которые человек дает перед крещением. Можно это найти в законе Божьем, насколько я помню, есть, когда человек отчитает все его веры, и там он отрекается от сатаны и от всех дел его. Полезно прочитать то, что мы когда-то обещали Богу, чтобы напомнить себе вот это наше обещание.